МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валентина Константиновна Парамонова водила трамвай целых полвека. Расстаться с любимым делом не смогла даже на пенсии и стала работать с техническим контролером. На станции 10, да? Все ясно, спасибо, спасибо. Что-то случилось на пути, перекройте, говорит, трамвай седьмой маршрут. Валентина Парамонова устроилась в ТТУ сначала кондуктором. Ей исполнилось 18, а трамваи в то время были деревянные. На внимательную и вежливую девушку обратили внимание сотрудники и предложили перейти водителям. Валентина с волнением и радостью согласилась. Один трамвай ленинградский был, сплошные сидения, все-все вручную было. Потом пошли с селяния, наш завод делал, с селяния они назывались, весь металлический, потом еще, короче, не собрать, 7 или 8 модификаций я имела. Я всю дорогу безотказная была. Но много лет уже, я в северном депо уже 35 лет водительным работаю, больше даже. По 20-му мой маршрут был, 20-й маршрут. Тройчатка, мне первые самые дали, тройной вагон. Я самые первые осваивала. Потом их когда рассыпили на двойном, у меня сейчас, как вы видишь, 183-й, аж сердце ехает. Последнее время я на нем все время работала. Вот так. При всей любви к работе Валентина Константиновна называет свой труд адским. Водитель встает в 3-4 часа утра и в течение всего дня должен быть собранным и внимательным. Жизнь, здоровье пассажиров и безаварийность для водителя Парамоновой на первом месте. Вагон может вьюзануть, что кого-нибудь долбануть, но тут уж напряженки сидишь, песком посыпаешь, чтобы вагон не юзанул, не упорол без того управления. Технику знать, все. Уважать людей в первую очередь. Ну и своих коллег, всех, которые тебя окружают. За все время работы у Валентины Парамоновой не было ни одной аварии и несчастного случая, но неординарных хватало. Тревожных было полно. Даже один раз синяк получила. Подъезжаю к пионерской. Вот пионерской. Кондуктор пищит. Я остановила трамвай, вышла. Мужчина, не знаю, больной. Лупит ее в кабине. Прижал и бьет. Кондукторы. Я подошла. Как тебе не стыдно, мужчина? Ты что делал? Он разборачивается. Как даст мне? Вот ты, ну, синяк носила. Я-то не ожидала. Я думаю, на сознательность ему надо. А он мне, вот. Ну, а потом кондукторик тут вызвали, милиция, а он оказался больным. А она ходила избитой ящеником из-за него. Труд для Валентины Константиновны всегда был приоритетным и любимым делом. Когда не скажи, в первую, вторую и даже третью смену выйдет на работу. Я говорю, выходные, переработки. Я три вагона водила раньше. На Галутенской или где-то объявляю. Товарищ, приготовьте талончики. Сейчас я вас быстро обслушу. Вот. Они уже держатся. Они меня уже все знали. Вон у меня газеты есть. Они сколько писали мне. Благодарность ТТУ. Сейчас вот иду вагон осмотрю. Уже два года не работаю. Ой, Валечка, а что же вы нас забросили, пассажиры? Я говорю, хватит, 50 лет отработала. Вот такая фанатка. За такую преданность делу и профессионализм в 1987 году Валентине Парамоновой присвоили звание почетный гражданин Самары. Когда мне присвоили почетного, я забыла на собрание прийти. Вообще такая я дисциплинированная. И забыла, что у нас инструктаж прибегает. Говорю, ой, ой, Марина Павловна, там я забыла. Она говорит, Валентинка, что Бог не делал, все к лучшему. Я знаю, что вы всегда ходите, посещаете. Думаю, что же она не пришла-то. Это, говорят, обычные люди за глаза плохое говорят. А в глаза не говорят. Вот и хорошо, что вас не было. И все, ни одного человека против не было, чтобы вам дали почетного гражданина. Вот понимаете, как случилось. Вот так. К профессиональной прибавилась общественная нагрузка. Но ради города, который стал родным, ничего не жалко. Говорю, я люблю свой город. Я очень люблю. И счастлива я, что я попала в Самару. В Москву я даже из Москвы сбежала. А в Самаре остановилась. Между тем, Валентина Константиновна никогда не стремилась на руководящей должности. Водительская кабина так и осталась любимым и единственным местом ее работы. И я не жалею, что я 50 лет работала водителем. Нисколько не жалею. Столько наград нет ни у одного водителя трамвая на всю Россию. Одну из них, Орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени, получила в 1995 году из рук президента Бориса Ельцина. Награждается водитель, говорит, из Самары, Парамона Валентина Константиновна. И потом делает оговорок. Всех наградили. Даже водителя из Самары. А космонавтов забыли. Космонавтов нет. Вот понимаешь, их не было. Вот был этот Николай Озеров, покойник, была Лия Хеджатова, мы как с ней, с этой Лилии, вот так вот сместились, так и Рима Маркова была. Я когда пришла в Кремль, одел туфли, они мне жмут, я еле-еле захожу в фуалетную, говорю, водички налить туда. Рима курит, она ж курит. И говорит, ну постояли, она говорит, ну ты воды налей, я говорю, Рим, я уж и воды, и одеколона налила, все. Она, ну ладно, поговорили, она говорит, ну ладно, я пойду покурю. И вот Лия Хеджак уйдет. Мы обе маленькие, мы с ней настолько сдружились, и вот когда нас награждает, а потом еще там шампанску нам немножко наливали нам. И вот мы выпили, и потом вышли из Кремля, она говорит, Валентина, пошли ко мне домой. Она рядом, около Кремля. Я говорю, Личка, извини, мне некуда. Тогда этих вещей-то не было. Говорю, мне еще ехать, говорю, поезд Восток-то, а я с дочкой, дочка со мной, говорю, еще ехать на рынок. И вот, и потом я как-то раз-два, или ей, она звонила мне, помню. Ну сейчас уж прошло сколько, в 95-м году это было. Но главной благодарностью Валентина Константиновна читает добрые слова от пассажиров, которые до сих пор узнают ее на улице и благодарят за труд. Это добавляет настроения и сил. Вот я не поддаюсь. Вот многие, я даже давление не мил, я не помню, где он не этаномит. Короче, я не поддаюсь. И не обращаю внимания на болезни. А будешь стонать, это хуже. Правда. Умения не унывать и ценить жизнь всегда были присущи Валентине Парамоновой. Впрочем, как и сегодня, накануне 75-летнего юбилея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова